Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Юлия Петровна Панина, руководитель благотворительного проекта «Корона Виктория», участница организации «Люберецкая особенная мама». Здравствуйте, Юлия Петровна. Здравствуйте! Юлия, скажите, пожалуйста. Ну вот, честно говоря, в нашей программе уже не раз звучало это словосочетание «Корона Виктория». И каждый раз, когда телезрители смотрят, они понимают, что эта речь связана с детьми и с мамой. Вот у нас, например, в студии находится тот самый человек, который, я так понимаю, вы стояли у истоков этого. Я организатор этого проекта. Вот расскажите, как пришла вам в голову эта идея, и как, ну, исторический такой экскурс в истории? В 2020 году, прямо в день рождения моей дочери. Это когда? Это 31 марта. Так. У неё обнаружили опухоль. Так. Эта опухоль оказалась злокачественной. Нас отправили на госпитализацию в РДКБ, прооперировали, подтвердился диагноз. Опухоль оказалась очень агрессивной, и этот диагноз, он достаточно редкий. За последние 15 лет – это первый случай по Москве и Московской области. Мы начали процесс химиотерапии, лечения. И в тот момент, когда у дочки начали выпадать волосы, а у неё были уже на тот момент очень длинные, густые волосы, она очень сильно переживала. Она обижалась. Вообще, химиотерапия очень тяжело и взрослому проходить. А ей 3 годика исполнилось. Она очень сильно переживала. Это вообще психологически очень тяжёлая травма не только для ребёнка, но и для взрослого. И так как я мама-рукодельница, я вяжу, сколько себя помню, много вариантов я перепробовала. И всякие панамочки, и шапочки красивые, ажурные. В интернете увидела вот такую повязочку-корону и решила попробовать. Моя идея сработала, она ей очень понравилась. Мы совместно с ней украсили её стразиками. Она начала выходить из палаты, то есть чувствовать себя более раскрепощённо. И защищённо, как я считаю. И защищённо, да. Я ей сказала, что даже если ты осталась без волосиков, ты всё равно для меня самая красивая. Ты та же принцесса. Тебе очень идёт. Она стала получать комплименты от окружающих. На неё стали обращать внимание. Это нравится не только девочкам, но и мальчикам. Мальчики тоже обращали внимание. И я подумала, почему бы остальным девчонкам из отделения тоже не подарить такую радость. Вот это, наверное, был такой важный момент. Потому что, наверное, в эту секунду, когда вы подумали, сработала не только личная. А когда лично... Ну, мы же все люди, да. Мы все понимаем, что вокруг нас самые разные истории, судьбы, к сожалению, болезни и так далее. И трагедии, и радости. Всё, что угодно может происходить. И тут вот важно, что, видимо, сработала... Ну, раз реакция есть, значит, если сработала на конкретном вашем ребёнке, и это видно, то вы подумали, что чтобы другим было не печально, да, то есть вы их решили тоже поддержать. И сели за вязание. Да, и пока мы находились на лечении, она либо спала, либо ночью, когда я наблюдала за капельницами, я вязала. Вот, я навязала порядка 10-15 штук и понесла волонтёра, который находился в самом отделении. Мы проходили лечение в городе Балашиха. Я не донесла эти повязки-короны. Я раздала их девочкам из соседних палат. Сколько было радости, действительно. Девчонкам очень понравилось. К тому же, украшать потом эти короны, это же и проявление творчества. Ну да, это немаловажная история. То есть как заготовка какая-то. Да, как конструктор. То есть если вот такая повязочка передаётся как конструктор, да, к ней можно положить вот такие стразики-пайетки. Вот, и проявление творчества, да. Можно пришивные с мамочкой, если ребёнок ещё не владеет иглой, то можно пришивать. То есть получается мы видим историю, когда, ну, некая безвыходная, да, ситуация, хотя она подразумевает, ну, лечение, да, как обычно говорят. Вот ты лечишься, вот ещё лечится, лечится. Вы решили её как-то видоизменить. Пришла в голову идея. Сейчас она кажется такой, ну, не то что простой, а напрашивающейся, да. Но она пришла именно вам в голову. Это очень важный момент. И теперь, я так понимаю, что этот проект уже живёт некой другой жизнью. Вот расскажите, как дальше складывалась ваша история? Ведь всё это могло закончиться, да, на одной больнице конкретной. Вы закончили вязать, переехали, изменили как-то там место лечения и так далее. Но что было потом? Дальше была очень интересная история. Мы ушли в ремиссию. Слава богу, сейчас всё в порядке. Я узнала о проекте «Я смогла» в нашем городском Либерецком округе. И захотела стать его участницей. Я попала туда. Девочки проходили испытания онлайн. И оффлайн у нас уже было потом такое мероприятие в нашем городском парке. Это же ещё пандемия как раз попала, да, в этот период? Вот тогда как раз мы, когда находились на лечении, это да, это была пандемия. А тут выход из пандемии. А тут выход из пандемии, да. И для меня это выход в свет. И для дочки. Потому что мы были заперты постоянно в четырёх стенах. Это очень слабый иммунитет. Поэтому это вынужденная была мера. А в этом мероприятии я тогда заняла второе место. Так, даже, наверное, не ожидали, да? Даже не ожидала, да. А что за мероприятие? Что нужно было сделать? Наши девушки, организаторы, руководители, они давали нам различные задания, которые мы проходили онлайн. То есть в соцсетях. Я уже точно не скажу, какие задания были, но они все были на фантазию. На проявление творчества, фантазии. То есть пришлось пораскинуть мозгами, да? Психологический фактор, да, очень влиял. А уже вот в городском парке нам устроили праздник. Было очень грандиозное мероприятие. И там нам вручали призы. Вы думали вообще, когда впервые начали участвовать, там же какой был момент? Ну, как у, наверное, любого человека. Ой, это и это, надо это сделать. А может, не надо? А вы все-таки поучаствовали, стали второй. У меня это прям азарт был. Ага, азарт, то есть прямо квест, как сейчас говорят. Да, мы все вошли в азарт, да, это было очень интересно. Девчонки все вообще с удовольствием кинулись на это мероприятие. А что было в парке? В парке было... Ну, типа вручение, да? Во-первых, это был праздник, концерт. А потом уже, да, вручение. Там и пели, и танцевали, и детишки, и взрослые. Хорошо, но вернемся к Хароне. Как дальше эта история сложилась? Вы, наверное, рассказали, что вот была такая история. Дальше девушки начали нас привлекать к творчеству, к рукоделию. Мы же сотрудничаем с творческой мастерской. А это рукодели, это же ваша. Людмила Кострова, да. А это мой конек. Я рассказала о том, что с нами произошло, что я вязала. Ну, вообще, я вяжу я все. И девочки заинтересовались именно этими коронами. И говорит, почему ты вяжешь только для города Балашиха? Ведь вокруг очень много деток, которым было бы приятно получить такую корону. Давай будем расширять. И пусть это перерастает в проект. Вот так и переросло все это в проект, который уже принимает общероссийский масштаб. Но тут же важен такой момент, что когда это произошло лично с вами, вот такой же, даже, не знаю, порыв души, тут, наверное, много чего сложилось, да, идея такая в голову к вам пришла. Вы же, наверное, тогда и не предполагали, что это превратится вот в проект. Ни разу. Ну, ни разу, это понятно. Не было мыслей вообще таких. Вот, он правда работает до сих пор, и, казалось бы, ничего же сложного нет, да? Просто такой... Вот для того человека, который умеет вязать, действительно ничего сложного. Эту корону можно связать, ну, буквально за пару часиков. А люди, которые с ней сталкивались, иногда же не хотят узнать, да, откуда авторство произошло. То есть как вот воспринимается ваше авторство в этой истории, что вы именно придумали? Нам же всегда важно, откуда все началось. Или вам это сейчас не столь важно, а важно, чтобы короны были? Нет, тут на самом деле очень важно, потому что люди проникаются этой историей. Я рассказываю историю свою, откуда идея пришла в голову, да, и люди с удовольствием начинают принимать участие, подключаются. И я многих волонтеров даже сама лично не знаю. То есть тут работает очень хорошо сарафанное радио. А скажите, когда вы эту корону, вернемся к этому неприятному моменту вашей жизни и вашего ребенка, когда вот эта корона появилась, изменила состояние фактически, да, психологически точно изменила, а что врачи говорили вам по поводу этой короны? Они делали девочке комплименты всем девчонкам. А что они вам говорили? Что мама молодец, придумала? Ну да. Ну они же тоже, наверное, не предполагали, что вот эта история... Какая мама молодец, рукодельница, такую идею, да. И комплименты в мой адрес тоже. Да. Вот. И я так понимаю, что на сегодняшний день, ну, слово проект, оно такое немножко заезженное, конечно, но мы прекрасно понимаем, что есть... Благотворительная акция, и я, наверное, больше к этому склонюсь. Благотворительная акция. И мы же понимаем, что, как говорят сейчас молодежь, не все заходит на этом этапе, потому что что-то сделано без души, что-то сделано, потому что, ну, не знаю, там, по команде каких-то чиновников, но когда сделано не от сердца, оно рано или поздно, ну, ружится эта история. Гаснет. Гаснет, скажем, да, так, корректно. Ваша история, судя даже по предложенным здесь, во второй части, покажем вам, так сказать, варианты, какие здесь присутствуют, потому что это не просто как, знаете, одну корону придумали, и вот мы ее просто штампуем и так далее. Здесь вот прямо смотришь на это, это шесть разных детей, которые, да, каждый может по-своему эту корону, ну, облачить на себя, скажем так. Вот как удается сохранить, уже проект довольно долго существует по нынешним временам, он же смог, еще раз говорю, как появится, так и исчезнет. Ну, вот если бы не Люберецкая особенная мама, я думаю, что так бы... Вот как вы с Люберецкой особенной мамой связали свою, так сказать, историю, и в этом же проекте до сих пор частичка сердца находится? Может, поэтому он живет? Мне кажется, здесь больше души и сердца, да. Вот, и они вам предложили вот продолжать эту историю, или вы как-то мастер-классы проводите, как это работает? Мы начали обращаться в общественные организации «Союз женщин России». Наша всероссийская фабрика «Пихорка», она предоставила большое количество пряжи для первого мастер-класса. Я показывала мастерицам, как вязать, рассказывала, какую именно пряжу нужно использовать, потому что детки с очень низким иммунитетом, и не всякая пряжа подходит. Шерсть, например, вызывает аллергические реакции. Не только головка остается без волос, но также выпадают и бровки, и реснички, то есть волокна вот этой шерсти, они могут попасть в глазки. И это будет очень неприятно. Дальше это на самом деле соцсети развивают очень хорошо. Я начала на своей страничке об этом очень часто выкладывать информацию. Очень много неравнодушных людей узнавала. То есть такой благотворительный пиар, назовем это так, что есть такая история. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. Напомню, что у нас в студии Юлия Петровна Панина, руководитель благотворительного проекта «Корона Виктория». Причем слово «руководитель» здесь можно заменить еще на слово «основатель», мама этого проекта, как угодно, потому что ей пришла идея в голову. Очень приятно, что этот человек сегодня у нас в студии, участница Люберецкого проекта, опять же, Люберецкая особенная мама. Через некоторое время продолжим. Это программа «Открытый диалог». По-прежнему у нас в студии Юлия Панина, руководитель благотворительного проекта «Корона Виктория», участница Люберецкой особенной мамы этой общественной организации. Тоже проект людей, которые, как это, вот такой трудной жизненной ситуацией оказались, но благодаря этому проекту их жизненная ситуация, мне кажется, даже гораздо прочнее, интереснее и талантливее, творчески проходит, чем у людей, у которых как бы, ну, все хорошо. Поэтому это очень важный такой момент. И возвращаясь к названию, «Корона Виктория». Почему именно такое название? «Корона» – это… Корона. Это «Корона», настоящая вязаная корона, а Виктория – это победа и имя моей дочери, которая победила рак. Как переживают это? Как можно? Где брать силы? Как не опустить руки? Как? Вы знаете, если опустить руки, то будет еще хуже. Поэтому силы, вот они откуда-то внутри, наверное, рождаются. Кто, если не я? Потому что я единственный человек, которая была с ней 24 на 7. Не отходила ни на минуту вообще. Это вынужденная, наверное, мера. То есть это было какое-то другое, да, существование? То есть вы стали другим человеком? Жизнь вообще перевернула не только мою… Эта ситуация перевернула не только мою жизнь, но и вообще всей нашей семьи, всех близких, кто сочувствовал, кто помогал, кто участвовал. Это очень сложный период жизни. Очень. Тем более, что, насколько я понимаю, ведь никто же не знает, чем он закончится. Да. И, как правило, человеку свойственно при всем желании гнать от себя самые сложные периоды, самые трагические мысли, все равно они же в голову лезут, правильно? Вы знаете, когда мы находились на лечении, вот глядя на Вику, я думала, что… Ну, и на остальных деток мне казалось, что наша ситуация не самая худшая. То есть еще и это, наверное, сил придавало. Когда я смотрела на нее, в тот момент, когда у нее восстановительный процесс шел после блоков химиотерапии, она обычный ребенок, который играет, веселится, улыбается. Ну, единственное, конечно, было ограниченное общение. А вот она сама. Ну, когда мама, когда семья, понятно, что все перестраиваются, как у нас говорят, на новые рельсы, да? А как она? От нее же тоже зависело очень многое? Очень многое. Я поняла, что у меня очень сильная дочь. Не зря мы ее назвали Викторией. Она еще и Виктория Викторовна. Виктория Викторовна, двойная победа. Она очень сильная. Она заметно повзрослела прям моментально на глазах. Она такая умничка. Она все переносила очень... Столько, да? ...с высоко поднятой головой. Были, конечно, моменты отчаяния, были и слезы, и скандалы, и истерики. Не без этого. Но она это воспринимала надо. Мама сказала, нужно. Дочь, давай немножко потерпим. И вот сейчас, когда у нее что-то всплывает в памяти, плохое она не помнит. То есть никаких болезненных... Мащущие болезненные. Сейчас сколько ей? Сейчас ей пять. То есть мы уже два года находимся в ремиссии. И когда мы ездим с ней же вместе в больнице передавать и игрушки, и короны, она иногда задает мне вопрос, мама, почему детишки без волосиков? То есть она немножко начинает забывать об этом. И я этому рада на самом деле. То есть мы можем провести такую косвенную историю, что корона на какой-то момент ей заменила это понимание. Это предположение только, да? Но психологически. Но она знает, для чего это. Она знает, что это для всех детишек в больницу. Именно для их радости. А вы сейчас возите тоже вместе, да? Участвуете когда в этом проекте? По Подмосковью и по московским онкоцентрам, да. Я стараюсь сама передавать. В других регионах там уже есть региональные операторы, кураторы. Ну сколько сейчас этих корон? Как они, я так понимаю, уже здесь представлены в таком почти промышленном варианте? Вот лично через мои руки прошло уже тысяча точно. Вы связали? Нет, не только я. Это и те помощницы, волонтеры. То есть под вашим контролем, да? Как УТК? Да. УТК, главное, это Вика на самом деле. Тысяча штук? Тысяча штук. Да, это уже прям... А что Вика когда... Когда она видит эти короны, она прям выбирает самую красивую. Вот это мне нравится. Пусть она подольше у нас дома полежит. Я вот на неё налюбуюсь, насмотрюсь, а потом мы её повезём. Ну давайте тогда покажем сейчас какие-то короны. Начнём вот с белой короны, которая ближе. То есть здесь какой-то смысл есть в расцветке или это просто фантазия изготовить? Да, скорее всего, это вот для того, чтобы ребёнок уже свою фантазию проявил. Украсил. Разукрасил, может быть, разноцветными какие-то. Разноцветными, да. Розовыми, голубыми, белыми. Может быть, что-то вышел. Кто-то даже фигурки просто какие-то. А тёмная версия или это синенькая такая? Это такая тёмно-синяя. И сине-чёрная, как говорят, да. Да, такая тёмная ночь. Она с блеском, с люрексом связана. Да, здесь может быть блестеть что-то так красиво. Да, кто-то уже даже украшал. Вот, поветочки приклеили. Обязательно каждая корона проходит стирку. То есть, когда сделали корону? Гиполергенным средством, да. Обязательно стирка, обязательно ВТО. Это влажно-тепловая обработка. Во-первых, и петельки все выравниваются. И это как так называемая термообработка. Поэтому все короны обязательно в индивидуальной упаковке, чтобы это было максимально безопасно. Ну, я понимаю. Плюс сопроводительная открыточка. Открыточка. Я так понимаю, что речь сегодня идёт, вы говорите о Москве, о Подмосковье, о Московской области. То есть, то, что здесь рядом находится. Все-таки автор здесь, находится у нас в студии. Решение ведь пришло неожиданно. Может быть, никогда бы и не было бы, если бы не было вот этой печальной истории. Но, тем не менее, предлагал ли вам кто-то поставить это на промышленную основу, вот просто как уже ГОСТ, какое-то изделие, которое можно в аптеках, например, продать? Я не знаю, там... Нет, таких предложений не было. Ну, в принципе, как вы думаете? Потому что это не для продажи. Не для продажи. То есть, это всё-таки... Это благотворительная акция, да. Тепло. Всё делается бесплатно. Во-первых, все волонтёры приобретают и пряжу за свой счёт, и упаковка, и печать, и вот украшения. Это всё за счёт волонтёров и лично мой вклад. А что-то вам сообщают о короне? Вот спасибо, что там привезли, вот где-то так изменилось у ребёнка что-то. Что пишут? Вот сейчас, на данный момент, я знаю, что в городе Ярославль, в областном онкоцентре, проходит конкурс на самую красивую принцессу отделение. То есть, девушки-волонтёры навязали корон, передали в отделение, и уже там внутри проходит, между девочками, которые проходят лечение, конкурс. Очень интересно. Ну, у нас не так много времени остаётся. Вот как вы считаете, опять же, возвращаясь к этой истории, потому что даже вот не беря историю, может быть, конкретно сейчас уже самой короны, а некоего подхода, что ли, когда человек находится, ну, вот, в обстоятельствах между жизнью и смертью, чего ж там греха таить, да? Она же по-разному бывает, эта жизнь. Это бывает маленький ребёнок, это бывают молодые люди, бывают люди пожилые, зрелые, какие угодно. Вот как вы считаете, и вот вам такая идея пришла, что человеку ещё надо в таких обстоятельствах от родных, близких или просто от людей? Поддержка. Поддержка. Но она же разная бывает. Моральная, наверное, больше поддержка, да. Психологическая. То есть, может быть, надо, наоборот, не говорить об этом? Или в каких-то случаях, вот как вы говорите, что давай потерпим, давай, значит, мы с тобой прорвёмся и так далее. А в другой ситуации, может, наоборот, нужно с этой темы уйти, говорить о чём-то. Да, отвлекать всякими способами, говорить о чём-то другом. И вот тут, кстати, элемент творчества человеческого, он же тоже помогает, потому что когда человек чем-то занимается, отвлекается, конечно. Да, время в данном случае работает в его пользу, он не находится всё время вот в этом процессе переживания. Вот как вы считаете, нужно ли сегодня медикам, психологам, врачам, которые, специалистам по тем или иным заболеваниям, вот подумать о каком-то таком глобальном, что ли, проекте? Вы же занимались благотворительностью, то есть, условно говоря, этого могло бы не быть, да, а где-то это ещё не дошла, эта история, до какого-то там конкретного заведения, потому что врачей – это задача лечить. Как-то можно это превратить в общероссийскую историю? Я этим и занимаюсь сейчас. А что для этого нужно сделать? Во-первых, я обращаюсь к вязальщицам, к клубу, к различным клубам вязальщиц, и по цепочке, по цепочке они уже передают. На сегодняшний день подключились такие города, как Ярославль, Санкт-Петербург, Самара, Пенза, Краснодар, Нижний Новгород, но включая Подмосковье и Москва. Вот, и они, вы с ними на связи, то есть у вас есть какой-то, ну... Да, у нас есть группа ВКонтакте, мы всегда на связи, если у кого-то какие-то идеи, какая-то порыв фантазии. В принципе, да, можно же продолжить, можно ещё что-то придумать или кому-то придёт в голову. Почему? Потому что тут ещё важный такой момент, нельзя опускать руки, как вы сказали, никому. Да, очень важно мотивировать ещё в этот момент и вязальщиц. Вот для этого я у себя на страничке провожу мотивирующие конкурсы. Например, летом, и вот сейчас осенью проходили конкурсы, самая красивая корона сезона. Летом у нас была победительница Юлия Пилова, она связала корону в виде арбузика. Ух ты как! Осенью она связала корону в виде листочка кленового. То есть это и проявление фантазии. То есть это уже и выставку можно делать? Да. Ну что, Юлия Петровна, я хочу вас, во-первых, поблагодарить, скорее начнём с Виктории, которая смогла выставить эту сложную историю. Во-вторых, вас, что вы смогли не только её поддержать, но как вот ваша человеческая история неожиданно повернулась с такой вот благотворительной стороны, которая сегодня, может быть, спасает кому-то даже жизнь, можно так смело сказать. Поэтому мы очень надеемся, что этот проект продолжит своё не только существование, но и такое бодрое движение по стране, а может быть, уйдёт и далеко за рубеж, потому что, к сожалению, проблема мировая. Мы желаем вам всего самого доброго, вот, держать руку на пульсе. И ещё раз благодарим вас за столь, ну, необычный, я бы даже сказал, подход к решению такой сложной проблемы. Юлия Панина, руководитель благотворительного проекта «Корона Виктория», участница организации «Люберецкая особенная мама». Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова